Беспечность сообщник-мошенника, отдыхая гости курорта, нередко становятся жертвами обмана. Начальник отдела МВД по городу-курорту Андрей Терехин призвал отдыхающих и анапчан более бдительно относиться к сохранности личных вещей и не поддаваться на уловки мошенников и правонарушителей. В том числе критично подходить к выбору напитков. Из нелегальной продажи без соответствующих документов изъяли за неделю более 3,5 тысяч литров алкогольной продукции. В городе Анапа 30 литров, на Каневском проспекте 130 литров, посол Кисукова 143 литров, посол Киркизеля более 3,5 тысяч литров. Материалы по всех правонарушениям обравлены суд для принятия решения. Проверки качества и законности реализации вина на стоек и коньяка проводятся ежедневно. В рамках доклада начальника анапской полиции прозвучала информация о миграционной ситуации на курорте. За неделю в Федеральную миграционную службу обратилось 150 иностранных граждан за разъяснениями правил оформления документов и справок. Глава Анапы прокомментировал работу стражей порядка. У нас на сегодняшний день находится единовременно порядка 175 тысяч растений, с которыми мы работаем. Это, в принципе, больше, чем у двоих нашего населения. А вообще, за курортный сезон, с начала года, уже около 2 миллионов отыхающих. У правоохранителей сегодня нагрузка огромная. Я хочу пожелать, чтобы подвести чертовую почету, в том числе и наружных службах, и в том же духе продолжать работу, не снижая земель. Первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая на планерке подняла вопрос о выделении земельных участков многодетным семьям. Поручение главам сельских округов еще раз провести ревизию земель, проверить списки семей, стоящих в очереди, и предоставить информацию для дальнейшей работы. В 2013 году мы предоставили 370 участков, в текущем – 168. И ряд у нас на оформлении. Мы изыскиваем эти куски массива земельных участков, формируем, предоставляем. Но в то же время есть недостаток – это отсутствие коммуникации и быстрая реализация этих задач. Основной задачей по-прежнему остается создание инженерной инфраструктуры в будущих жилых районах. Мы хотя бы минимальную инфраструктуру предложим нашим многодетным семьям, то есть дорога, опоры электроосвещения, дорога хотя бы отсыпана инертными, и тогда уже, чтобы туда вдохнуть жизнь. Каждое звено в этой цепочке должно быть прозрачным и понятным, и люди вправе знать, как продвигается процесс выделения земли под строительство. Сергей Сергеев поручил написать ответы всем заявителям. Выбираете все заявления за прошлый год из-за этого от многодетных семей, которые обращались к нам по поводу обеспечения коммунальной инфраструктурой, и в их адрес, Светлана Владимировна, вашей службы, мне даете вот эти заявления, обращения, и в адрес этих людей мы пишем уведомление, что вы тогда обращались, ставим вас в известность, что по вашему массиву в целом, где расположен ваш участок, нами проведена следующая работа. Подготовлена проектно-осметная документация, там будет указано все за исключением канализирования, которая сегодня находится на государственной экспедиции. Глава города заострил внимание на строительстве стратегически важного на курорте объекта новых очистных сооружений. К концу текущего года будет завершена первая очередь стройки. В 2017-м стартует второй этап строительства аналогичного по мощности и назначению объекта. Реализация этого инвестиционного проекта, в финансирование которого были вложены и бюджетные средства, без преувеличения завтрашний день Анапы – залог развития курорта. Та канализационная насосная, которая есть сегодня, вернее, очистные сооружения, немножко неправильно выражать, вот, их никуда не заберешь, их нельзя поднять, не унести в Краснодар, в Сочи, еще куда-то. Они будут работать на благо Анапы. Не остались в стороне вопросы благоустройства Анапы. Алексей Харитонов, заместитель главы города, курирующий сферу ЖКХ, поднял проблему транспортного сообщения на улице Шевченко. И так непростую в пик курортного сезона дорожную ситуацию осложняют экскурсионные автобусы. Водители крупногабаритного транспорта устраивают стоянку в ожидании туристов и создают пробку на дороге. К решению проблемного вопроса привлекут структурные подразделения администрации и ГИБДД. Продолжаются проверки предпринимателей, осуществляющих детские перевозки. О планах на выходные дни о проведении конкурса кубанских частушек на Атамане рассказала заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. В этом году анапчане намерены выиграть конкурс.